друзья всем привет тут у нас интересные новости подъехал дианон генерала свр дианон это дианон аниме зация или разоблачение по-другому спасибо вильгельму варкентину канал будильник кому не все равно поделился информацией значит на youtube канале антилог вышло видео 23 января который называется дианон файкомета с канала генерал свр ссылку на него добавлю в описании видео идет всего две минуты ну расскажу поподробнее сам сразу не понял каким образом разоблачили его но вот вам мы расскажу подробнее чтобы сразу обладали всей информацией значит суть в чем в youtube канале указаны данные адрес кошелька webmoney а данные кошельков webmoney имеются в общем доступе ну хакерские атаки они постоянные кого-то постоянно взламывают то база клиентов ржд ушла в сеть то база клиентов билайн то сбербанк допустил утечку и сейчас практически любого человека можно вычислить по его кошелькам будь то яндекс деньги киви или webmoney как в нашем случае и вот согласно этой информации генералом свр является ермолаев виктор владимирович 22 января 1980 года в этом видео также с дианоном генерал свр есть ссылочка на группу вконтакте можете пройти по этой ссылочке и прочитать мгновенный дианон анонимного клоуна с канала генерал свр описывать процесс дианона не имеет смысла так как на видео все понятно он по дурости в некоторых комментах использовал свой webmoney а там открыто указаны все его настоящие данные вплоть до домашнего адреса аноним с него получился такой же как работник спецслужб люблю когда легко здесь ссылки на youtube канал генерал свр телеграм-канал и на twitter настоящие данные ермолаев виктор владимирович 22 января 1980 года сам он из харькова и состоит в реестре адвокатов украины ну во первых не секрет что большая часть адвокатов это как правило работники силовых структур прокуратуры следственного комитета в полиции могут работать люди а потом переходят в адвокатуру так что однозначно этот человек имеет связи в правоохранительных органах и в правоохранительных органов скорее всего украины поскольку сам он из харькова соответственно также здесь указан его адрес странички вконтакте здесь правда особо никаких данных нет всего лишь одна фотография ссылка на его налоговую наверное декларацию на украинском языке этот сайт в общем все имеющиеся ссылки на его ресурсы хорошая работа могу поблагодарить страничку вконтакте дианон и youtube канал антилог я так понимаю это одно и то же лицо возможен даже девушка также по совпадению его зовут виктор это именно этим именем этот человек представлялся когда давал интервью фейгену на канале фейген лайф то есть все в принципе сходится конечно же мы можем допустить и скорее всего именно такого рода будут оправдания от генерала свр так называемого что этот виктор ермолаев подставное лицо а на самом деле предоставляет информацию генерал свр настоящий и так далее и тому подобное но какие можно еще выводы сделать из открывшейся нам информации во-первых прослеживается украинский след а как вам известно на украине американские и различные западные спецслужбы работают спокойно как у себя дома и как раз информация которую предоставляет генерал свр она запросто может быть получена иностранными спецслужбами эта информация разведывательного характера и тогда конечно же лучше всего представиться генералом службы внешней разведки тогда та информация которую предоставляют западные спецслужбы она будет коррелировать в определенной степени с той информации которая который может действительности обладать настоящий генерал свр может быть опять же что нам целенаправленно подсунули этого персонажа то есть специально как бы не скрывали его данные так глубоко чтобы его можно было найти и таким образом они как бы запутывают следы но если мы будем смотреть на эту ситуацию через объектив тех же вчерашних протестов вчерашних митингов в поддержку алексея навального то вот смотрите какая ситуация говорят многие аналитики о том что что революция в стране может состояться только в том случае если какие-то спецслужбы либо силовые структуры переходят на сторону народа то есть встают в откровенную оппозицию к действующей власти по примеру вчерашних событий от 23 января мы ни одну такую спецслужбу ни одну такую силовую структуру не увидели которая бы поддержала митингующих за навального понятно что навальный лишь триггер этой ситуации возмущение народа и именно такое количество вышедших на улице было обусловлено прежде всего фильмом про дворец путина который опубликовал навальный несколькими днями ранее и вот если бы действительно служба внешней разведки была бы на стороне протестующей и было бы в оппозиции действующей власти то я думаю организация этих митингов носила бы иной характер и результаты были бы совершенно не похожи на те результаты которые были при предыдущих протестах когда очень много людей выходило в москве санкт-петербурге в этот раз по сути копия тех же самых митингов которые происходили несколько лет назад помитинговали полиция особо буйных упаковала и на этом все закончилось ну сейчас конечно кого-нибудь арестуют уголовные дела какие-нибудь возникнут и на этом пока все так что в данном случае дорогие друзья вот как пишет дианон вконтакте думаю никому не надо объяснять что этот клоун не имеет никакого отношения к спецслужбам и является обычным фейкометом таким же как и фейгин ну про фейгина господина фейгина мы до нас слышаны конечно же ну и будем ждать даст ли кому-нибудь интервью виктор владимирович ермолаев 80 года если пожелает может даже и мне дать интервью пишите на почту если что а пока дорогие друзья вот такое разоблачение соответствии с которым генерал свр это украинский адвокат который работает в тесном сотрудничестве с профессором валерием дмитриевичем соловьем вот такая версия не будем забывать что вполне может быть что это тоже какой-то фейк чтобы отвлечь наше внимание ну а если это правда то могу вас поздравить мы стали немножко просвещение будем дальше следить за деятельностью генерала свр за деятельностью профессора соловья а у меня на этом пока все ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписан подписывайтесь на резервный канал на мой телеграм-канал на мой канал на яндекс эфире все ссылки есть в описании пишите в комментариях что думаете по этому поводу спасибо за просмотр всем пока